Сегодня в Якутске несколько десятков человек протестовали против строительства газоперерабатывающего завода на реке Лена. Участники пикета считают, что создание такого производства, да еще и в сельскохозяйственном Мегино-Кангаласском районе, опасно как для экологии, так и для жителей. В то же время, подобные заводы в мире работают и при том в экологически благополучных странах. Мнение протестующих и поддерживающих проект строительства завода в следующем материале. Митинг провели в сквере Гагарина, в столице республики. Основной мотив – работа завода нанесет вред окружающей среде. Я не хочу, чтобы мои внуки, вот я с внучкой привела, чтобы ее будущее было светло, чтобы свежим воздухом дышали, чистую воду пили, не боялись за своих детей. В то же время, есть люди, которые считают, что строительство газоперерабатывающего завода не несет в себе никакой экологической опасности. Если появится перерабатывающая промышленность, то будет развитие. Тогда в республику будут поступать доходы. Другие страны получают прибыль именно от переработки. Человек должен высказывать свое мнение, но нужно слушать и других. Мнения могут быть разными. От митингов тоже можно извлечь толк. По поводу химического завода противиться производству я это мнение как-то не воспринимаю. И так мы, якутяне, привыкли к бюджету. Работников бюджетной сферы очень много. Людей с папками тем более. Я считаю, что промышленные предприятия развивать надо и жить безбедно. Метанол или метиловый спирт – это вещество, которое нашло массу применений во многих направлениях деятельности человека. Одной из наиболее нуждающихся в метаноле сфер является нефтеперерабатывающая промышленность. В тех регионах, где такого масштаба заводы появляются, очень сильно растет активность не только в той отрасли, в которой строится завод, но и во всех смежных отраслях. Завод будет крупным заказчиком услуг у местных предприятий. Потребуются услуги транспорта, ремонта, благоустройства, кейтеринга, уборки и так далее. То есть это десятки областей, где могут развиваться предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с тем, что население Якутии очень сильно беспокоится за состояние экологии при промышленном освоении территории, власти республики заявляют, что не допустят строительство завода, если оно будет иметь негативное воздействие на экологию. Мы обращаем внимание инвесторов на то, что если данное производство будет негативно сказываться на экологии, то в этом отношении мы будем рассматривать этот проект более внимательно, вплоть до недопущения строительства таких объектов на территории республики Саха-Якутия. По словам министра охраны природы, проект должен пройти обязательное публичное обсуждение и госэкспертизу. Такие объекты должны располагаться только в промышленной зоне, согласно генерального плана, утвержденного генерального плана муниципального образования. В жилой зоне, рекреационной зоне, в зоне охраны водных объектов, ну и так далее, такие объекты обычно не размещаются. Как отмечают сами инвесторы проекта компании «ЕТЭК», они будут использовать самые передовые технологии при строительстве завода. Мы будем применять самые современные технологии. Мы будем проходить с нашим проектом несколько стадий экспертиз экологических. В этом году мы делаем оценку воздействия на окружающую среду. Для этого проводим инженерные, экологические, гидрометеорологические, геодезические, геологические изыскания на площадке. То есть со всех сторон изучаем воздействие проекта на все. И результаты этого исследования будут представлены всем желающим, широкой публике. На данный момент проект находится лишь на начальном этапе проектирования. Если он пройдет госэкспертизу и стадию общественных слушаний, то только в таком случае будет допущен ко второму этапу реализации – созданию технико-экономического обоснования. Что касается утверждения, что подобные заводы наносят вред окружающей среде, то стоит обратить внимание на Новую Зеландию, одну из самых экологически чистых стран мира. Здесь уже несколько лет на берегу моря среди зеленых полей работает завод, производящий несколько сотен тысяч тонн метанола в год. И это никак не влияет на экологию, что подтверждают кадры пасущихся знаменитых на весь мир буренок. Павел Танин, Туяра Филипова, Сусанна Рожина, Андрей Секритов, Георгий Григорьев, Андрей Рукавишников, Якутия. День за днем.